Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РКВК и доброго времени сюда к тем, кто видит нас в повторе или в интернет-версии. Это передача «Глобальная сеть» и я ее ведущий, демократ Магомедов. В эфире шестой выпуск. Ну а прежде чем начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку телеканал РКВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. 5 октября указом президента Российской Федерации Сергей Меликов назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана, передает официальный сайт Кремля. Реакцию и мнение пользователей социальных сетей мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас. Пользователь Арсен Гасанов по этому поводу написал следующее. Итак, президент России предложил дагестанскому парламенту утвердить кандидатуру нового руководителя республики. 7 октября заместитель полпреда президента ВСКФО Сергей Стариков представил Народному собранию Дагестана нового в Рио главы республики Сергея Меликова. И нет сомнений, что именно данное событие стало предметом обсуждения всех, кто отслеживает политические процессы в Дагестане. Эту новость дополнил Ильяс Шамильев. Сергей Меликов свою речь начал с обозначения проблем дагестанского общества. Они действительно накапливались десятилетиями. Некоторые приобрели хронический характер. Это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в социальной сфере, педагогической диспропорции, ущемляющей конституционные права дагестанцев. Он признал, что за последние годы многое сделано на пути решения этих проблем, и сейчас его задача продолжить эту работу, вывести ее на новый уровень эффективности. По мнению завсегдатой социальных сетей Исмаила Магомедова, а мне понравилось то, что Сергей Меликов назвал необходимым сделать так, чтобы люди, проживающие в том числе в малых населенных пунктах, почувствовали позитивные изменения. Особое внимание уделяется декриминализации региона, и эта работа была выделена отдельным пунктом. Для Дагестана очень важно очищение. Без него невозможно ни духовное развитие, ни экономическое. Своим мнением поделился Тагир Рамазанов. Сергей Алимович сказал, что на встрече с президентом России, Владимиром Путиным, были выделены три основных направления своей деятельности. Обеспечение безопасности граждан, что особенно актуально в ситуации, когда опасность распространения коронавирусной инфекции не преодолена, и каждый день возникает новая угроза интересам граждан, общества, государства, экономики, республики. Нужно сделать все, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, свою защищенность от эпидемиологических вспышек. Пишет пользователь Ислам Рамазанов. Второе – это преодоление наболевших проблем социально-экономического характера, в том числе посредством повышения делового климата. Повышение инвестиционной привлекательности Дагестана, полноценных институциональных преобразований. В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у республики огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы встать вровень с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жителей и для гостей. С точки зрения юзера Ахмеда Азизова. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры в органах власти, открытых для запросов общества, способных качественно их удовлетворить, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины в органах власти, обновления кадрового состава, но и здоровой общественной активности. Написал пользователь Муртузале Рамазанов. Далее Сергей Меликов отметил, что дагестанцам свойственна жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. Это, по его мнению, в значительной степени объясняется, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Граждан, которые занимаются благотворительностью. Проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушных к Дагестану людей в стране не оказалось. Ярко это проявилось в период начала борьбы с пандемией. Мы продолжаем это видеть и сегодня, сказал Сергей Меликов. Необходимо направить в конструктивное русло эту социальную энергию и, в первую очередь, энергию молодежи. Обвинение предъявили шести осужденным, сбежавшим 22 сентября из исправительной колонии в Дагестане и задержанным на территории Калмыкии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Это и стало по геям всей истории о беглецах, которые прожили 50-метровый тоннель на свободу. Предысторию, вопросы и выводы мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас. Пользователь под ником Уцишко в своем комментарии написал следующее. Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения, используя подкоп на территории цеха по изготовлению нарт, шахмат и шашек. Для побега они вырыли 50-метровый тоннель, оснащенный светом и вентиляцией. План побега беглецы вынашивали аж год и за это время успели прорыть большой и комфортабельный выход из тюрьмы. Сотрудники тюрьмы совершенно случайно заметили лаз и после подсчета обнаружили пропажу шестерых заключенных. Двое из беглецов сидели за убийство, четверо за наркотики. Пользователь Джамал Сулейманов написал следующее. Длиной подкоп оказался не менее 50 метров и выходил за забором колонии. Вещей арестантов не нашли. След собаки взяли, но быстро потеряли. Объявленный по всем постам план перехват и тотальные проверки транспорта в окрестностях села тоже результата не дали. Зэки словно растворились в ночи. Следователи полагают, что на воле у них могли быть покровители, которые помогли с убежищем и одеждой. Кроме того, недалеко от ИК-2 нашли схрон с оружием. Связан ли он как-то с беглецами, следствие устанавливает. Пишет активная участница социальных сетей Марьям Амарову. Тот самый тоннель до забора чуть больше 10 метров. Судя по всему, преступники немного ошиблись в расчетах. Он должен был выйти здесь, но перебраться через забор не составило большого труда. Если присмотреться, видно, что в тоннеле есть электричество и даже вентиляция. Глубина тоннеля местами достигает нескольких метров. Пользователь Саид Абдулаев по этому поводу тоже высказал свое мнение. ЛАЗ начинается в производственном цехе на территории исправительного заведения. Здесь заключенные занимались изготовлением настольных игр. Шахмат, шашек и нардов. Писатель, автор книги «Побег из тюрем и колонии России» Александр Стуканов убежден, именно предприятие, работающее на территории зоны, чаще всего становится отправной точкой для реализации побега. Эту же тему продолжил пользователь под ником Бихинчи. Исправительная колония номер 2 в дагестанском поселке Шамхал – это, конечно, незнаменитый шоушенг, но побегов заключенных здесь раньше не было. Режим строгий, а это значит постоянные проверки его соблюдения, повышенный контроль за заключенными и усиленная охрана зоны с собаками, автоматчиками на вышках и с двойными стенами с намотанной по периметру колючкой. Однако шестеро заключенных смогли достаточно легко обмануть систему. В течение года заключенные умудрились скрывать от надзирателей подкоп, который они начали рыть в одном из производственных цехов. Своё мнение написал и Муслим Шахбанов. Именно с учётом всей сложности проделанной работы, следователи полагают, что беглецам понадобился как минимум год на осуществление дерзкого плана. Практически весь лишний состав республиканского МВД был занят поиском осуждённых. Преступников пытались поймать по горячим следам. В Махачкале был объявлен план-перехват. По мнению завсегдата социальных сетей Сабины Исмаиловой, глава республики Дегистан заявил, что за информацию о беглецах будет выплачено миллион рублей. До поимки сбежавшие осуждённые в Калмыкии напали на местную жительницу, которая вышла с продуктами из магазина. Они напали на неё и, угрожая ножами, отобрали еду. Она узнала в них сбежавших заключённых и сообщила в полицию. Пользователь Абдулла Гаджиев написал по этому поводу следующее. После этого беглецы попытались скрыться, но найти их правоохранителям помог местный пастух. Шестеро осуждённых шли вдоль железной дороги и встретили пастуха. Беглецы попросили подвезти их до деревни. Он, пастух, их узнал и привёз в лагонь и сразу позвонил в полицию. По его словам, оттуда сбежавшие заключённые отправились в посёлок Улан-Холл, где их и задержали правоохранители. Не остался в стороне от дискуссии и юзер Ильяс Гамзатов. Следственными органами Следственного комитета России по республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 313 УК РФ. Побег из места лишения свободы, совершённый группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В одном из магазинов Махачкалы обнаружено и изъято 1417 пар обуви без обязательной маркировки средствами идентификации. Ну и неудивительно, что эта информация потянула за собой целый хвост обсуждений. Внимание на экран. Камила Мусаева по этому поводу написала следующее. Вместе с тем, 316 пар изъятой обуви содержат признаки контрафактности, незаконное использование товарных знаков «Адидас», «Найклой», «Светон» и так далее. Партия немаркированной обуви изъята в ходе совместных проверочных мероприятий сотрудников Дагестанской таможни и Республиканского управления Роспотребнадзора. В пресс-службе Дагестанской таможни напомнили, что обязательная маркировка обуви предусмотрена постановлением правительства РФ от 8 июля 2019 года об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации в особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в отношении обувных товаров. И отвечает за всегда-то виртуальных дебрей Назир Азимов. Вот мне интересно, какова дальнейшая судьба этой обуви. Если как продукты под бульдозер отправят, то я считаю, что это крайне неразумно. И вообще за эту обувь кто-то заплатил своими честно заработанными деньгами. Таким образом, можно сделать незаконной любую вещь. Но закон есть закон. И если взять эту конфискованную обувь и раздать неимущим, то я хотя бы пойму происходящее. Ну а пока у меня полное непонимание того, зачем это делается. Пользователь Абдулла Гаджиев написал по этому поводу следующее. После этого беглецы попытались скрыться, но найти их правоохранителям помог местный пастух. Шестеро осужденных шли вдоль железной дороги и встретили пастуха. Беглецы попросили подвезти их до деревни. Он, пастух, их узнал и привез в Лагань и сразу позвонил в полицию. По его словам, оттуда сбежавшие заключенные отправились в поселок Улан-Холл, где их и задержали правоохранители. Не остался в стороне дискуссии Джамал Османов. С 1 июля 2020 года производители обязаны были снабжать средствами идентификации каждую пару обуви, которую они выпустят в продажу. Для розницы главная сложность состоит в том, что промаркирован должен был быть весь товар, в том числе обувь из старых поставок, который хранился на прилавке или на складе. Но до 1 июля разрешено было хранить и реализовать продукцию без маркировки. Если к этому времени останутся нераспроданные остатки, то у продавца будет возможность их дамаркировать. Однако после этой даты немаркированной обувью торговать нельзя. Нажмудин Абдулбеков по этому поводу написал следующее. Очень странный закон у нас приняли. Теперь по этому закону без чипов продавать обувь нельзя. А что в этих чипах за устройство, никто рассказать не хочет. И вообще, если они начнут проверять всю обувь, например, в Дагестане, то закроются все экономы, все рынки. Может остаться несколько действительно фирменных бутиков и кое-какая лакская обувь, кто работает по стандартам. Так что запасайтесь обувью. Поделился своим мнением и молодчей рамазанов. То ли еще будет? Мы должны знать, что это пока не на всю продукцию чипизация введена. Скоро будет введена чипизация всего производимого. И ни одна вещь, купленная вами в стране, не имеет права продаваться без учета. Так что частные производители, которые раньше думали, что они могут тихо производить свой товар, теперь должны будут легализоваться и платить налоги. Таков нынешний закон, и не соблюдать его не получится. А вот у Райганат Гусейновой тоже своя точка зрения. На остатки обуви, пришедшие без маркировки, необходимо самостоятельно получать QR-коды в системе «Честный знак». Либо воспользоваться одним из коммерческих сервисов, которые помогут вам описать остатки и сформировать коды. Коды должны быть размещены на упаковке коробки. Продажа, хранение и транспортировка немаркированной обуви с 1 июня 2020 года запрещена. Штрафы составят от 50 до 300 тысяч рублей, либо головная ответственность в случае оборота товара свыше 1,5 миллиона рублей. На что ответил Альхан Абасов. Честно говоря, люди сами виноваты. Импортеры имели право маркировать остатки, приобретенные до 1 июля, вплоть до 1 августа 2020 года. Все остальные, в том числе розница, могли маркировать товар, произведенный или приобретенный до 1 сентября 2020 года. О чипизации было известно за год до дедлайна. Чего сейчас-то так сокрушаться. Али Ибрагимов написал следующее. Продавайте через Авито, Юлу, Инстаграм, ВКонтакте и другие интернет-площадки с доставкой. Никто не будет маркировку проверять. Адрес склада никому неизвестен. А если с одной-двумя парами будете на доставку ездить, вам бояться нечего. Я честный человек и бизнесом на кроссовках занимаюсь уже более трех лет. А также другим людям помогаю стартануть в этой нише. Но когда осознаю соотношение средней зарплаты в стране и стоимость оригинальных кроссовок, то прекрасно понимаю, что реплики продавали, продают и будут продавать. У меня сами представители правоохранительных органов в магазине реплики покупают. Приходят с женами и детьми. Как-то так. Итог дискуссии резюмировал пользователь под ником Муру Адам. Даже с маркировкой, остатки обуви необходимо будет продать в течение двух лет с момента этой маркировки. Это значит, что все непроданные остатки необходимо будет утилизировать или продавать на свой страх и риск, опасаясь штрафа. Или продавать от частного лица на Авито. Все меньше людей пользуются общественным транспортом. Для горожан сегодня выгоднее купить недорогое авто и вовремя добраться до места, нежели ждать общественный транспорт. Таково положение вещей. Однако есть люди, для которых сумма, которую они платят за проезд в автобусе, троллейбусе или на маршрутке, имеет значение. С ценой поездки на общественном транспорте разбирались пользователи социальных сетей. Поделился своей информацией Арсен Козакбеев. В троллейбус с банковской картой всего за 10 рублей с таким названием вышла информация, в которой указывалось, что в городском троллейбусе с 1 октября до 31 декабря 2020 года при оплате проезда банковской картой любого банка размер дополнительной скидки составит 3 рубля. Было сказано, что теперь пассажирам предлагается дополнительная небывалая скидка, напомнив, что безналичная оплата банковской картой изначально предполагала скидку в 2 рубля. Подчеркивалось, что еще и на 3 рубля. Таким образом, общий размер скидки на проезд до конца года составит 5 рублей. Это означает, что прокатиться в троллейбусе махачкальницы смогут в эти месяцы всего за 10 рублей, а то и за 8. Продолжает эту тему пользовательница социальных сетей под ником Травиата. Власти города и республики не хотели перед выборами портить настроение горожанам и вызвать волну критики, поэтому не рассказали о планах поднять цену за проезд, но честно предложили решить простую задачку. 13 рублей было, вводят скидку 2 рубля и снова проезд 13 рублей. Сколько будет стоить проезд? Даже сейчас Салман Дадаев не рассказывает на странице Instagram о том, что поднял цену за проезд до 15 рублей. Своим мнением поделился завсегдатой социальных сетей Мурад Абдурахманов. Но это еще не дно, ведь возникает ряд простых вопросов. Допустим, в тексте на сайте была ошибка. Всякое бывает. Но ведь на одном и том же информационном ресурсе говорится, что проезд в троллейбусе до конца года будет стоить 10 рублей по безналичной оплате и там же официально указана цена 13 рублей по безналичной оплате банковской или транспортной картой. Делится мнением Сухай Голбацев. В августе чиновники не сообщили о предстоящем повышении цен. В конце сентября разместили документ с одним содержанием, а в октябре этот же документ публикуют в газете с другим содержанием. И тут же пишут о цене проезда, не соответствующего двум указанным документам с одним и тем же числом и номером, когда чиновники говорят и пишут правду. Написала свое мнение Альбина Гусейнова. Да какая разница, что они делают, главное, что цену снизили, может сказать горожанин. Однако обращают внимание, что если вас зазывают прокатиться со скидкой в 5 рублей, но дают скидку только 2 рубля и то подняв цену, и вы в итоге платите по старой цене, то это обман. Пишет пользователь Джамал Османов. Кроме того, надо помнить, что согласно расчетам, реальная цена за проезд в троллейбусе 32 рубля 10 копеек. На разницу выплачивает бюджет города. Чем ниже цена для пассажира, тем больше поток бюджетных средств в троллейбусное управление. Но если раньше это было перекладывание из одного кармана в другой, то сейчас бюджетный финансовый поток стал Сбербанк и ООО. Естественно, не бесплатно. Но главное, ни администрация Махачкалы, ни Сбербанк и тем более ни ООО не опубликовали текст соглашения о работе и разделе прибыли. Поэтому непонятно, почему подняли цену проезда до 15 рублей. То ли из-за подорожания электричества, то ли из-за необходимости оплатить услуги ООО и Сбербанка. По мнению Махача Амарова, ситуация выглядит таким образом. Можно и за 8 рублей. Понятно, что исследования проекта «Институт города» не ограничиваются перепечатыванием махачкалинских известий и содержанием инстаграм-страницы главы администрации. Был проведен эксперимент. 2 октября в 13.29 на остановке на углу улиц Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова был остановлен троллейбус, следующий по маршруту номер 3. Почем проезд, спрашиваю у водителя. 13 рублей, удивленно отвечает мужчина. Не 15, а если картой оплачиваю, то почем проезд? 11 рублей, отвечает он. Завсегдатой социальных сетей под ником Гордый написал следующее. В связи с отсутствием карты Сбера, автор воспользовался банковской картой Мастеркард Банка Возрождения. Входит в группу ВТБ. Транзакция прошла, а смс показала списание 8 рублей. Выйдя на следующие остановки, спросил водителя, почему с меня списали 8 рублей. А не 11. Не знаю, сказал водитель. Вы в первый раз пользовались картой, сказал водитель. И так, и так. 2 октября водители еще не знали, что проезд наличными подорожал до 15 рублей. Но главное, эту информацию не загрузили в терминалы. При этом терминал уже начал делать скидку по банковской карте на 5 рублей. Пользователь Мурад Яхьяев поделился своим мнением. Все неправильно, ведь администрация на сайте разместила постановление о 13 рублях при безналичной оплате. В итоге из-за бардака с определением цены за проезд насчет троллейбусного управления попадет еще меньше средств, чем задумывалось с октября. Но об этом еще не знают чиновники и банкиры. Поэтому смело пользуйтесь картой. В дагестанских огнях после вмешательства республиканской прокуратуры сироте поменяли непригодное для проживания жилье на благоустроенное. И неудивительно, что пользователи социальных сетей не оставили эту новость незамеченной. По поводу произошедшего высказался Иса Зулпукаров. Надо сказать, что с жалобой на нарушение жилищного законодательства обратился житель города, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этим он очень сильно удивил хозяев города, которые совсем не ожидали, что им придется выполнять это правило. Думали, наверное, что сирота обрадуются всему тому, что и так дают. Пользовательство социальных сетей под ником Серсея поделилось своей информацией. Сообщается, что в 2019 году администрация дагестанских огней приобрела для сироты квартиру, которая не соответствовала санитарным и техническим требованиям. Отсутствовали газоснабжения и горячая вода. Покрытие пола и стен находились в неудовлетворительном состоянии из-за сырости. Они, наверное, давали, когда эту квартиру думали, что сирота и так будет рад хоть такому подарку. Однако человек, оказывается, знает законы и написал в прокуратуру. Написал пользователь Мукуев Магомед. После случившегося скандала прокуратура внесла в адрес мэра города представление, после чего администрация предоставила сироте благоустроенную квартиру. И те сделали это. По действующим в 2020 году нормам законодательства, жилыми метрами сирот и граждан, лишенных родительской заботы, обеспечивают муниципалитеты. Квартиры им положено выдавать из социального фонда, если он имеется. Но есть еще одно важное дополнение. Жилплощадь сироте могут заменить сертификатом на целевые средства. Потратить их разрешено только на приобретение жилья. Делится своим мнением Исма Алиев. В 2020 году жильем будут обеспечивать молодых людей, подпадающих под следующие категории. Имеет статус сироты или дитя, лишенное родительской опеки. Возраст гражданина должен находиться в промежутке от 18, но возможно получение жилья и раньше. Этот человек заявил официально о том, что нуждается в господдержке по решению жилищной программы. Каждый из критериев одинаково важен. Если не соблюсти хоть один из них, то государство снимает с себя ответственность за то, где будет сирота жить. Причем это окажется вполне законным актом. Стоящий в очереди на квартиру сирота остается там до полной реализации его права на господдержку. Даже после того, как отпразднуют 23-летие. Написала свое мнение Эльмира Амар-Пашаева. Мне в 2018 году дали квартиру. Вроде бы все отлично, но из-за того, что дом не достроили до конца, стены на кухне слишком тонкие. И из-за этого в том же году эти стены начали портиться. Обои начали отклеиваться. Иногда течет вода с потолка и там уже пошли линии. Штукатурка начала портиться. В квартире очень холодно. Квартира находится в трехэтажном доме на третьем этаже. В результате я там почти не живу. Поэтому я хочу сказать, что этот парень сирота поступил очень правильно. А я боюсь, что из-за всего этого могут отнять квартиру. Пишет пользователь Исмаил Алиев. Я тут читаю комментарий человека из Ижевска. Он пишет, что круглый сирота и инвалид стоит в очереди на жилье с 2012 года. Сейчас на дворе 2020 год. А власть говорит, извините, денег нет. Теперь он бомжует. Всякие мошенники-паразиты пытаются его обмануть. В отличие от дагестанских властей, там в Ижевске нет дела до этих детей. Очередь в Удмуртии огромная, 4000 с лишним человек. Очередь увеличивается за счет детей-сирот, чьи родители алкоголики и лишены родительских прав. Так что будем радоваться. В Дагестане ситуация не столь критична. Правды добиться можно. По мнению Шамиля Гамидова, ситуация выглядит таким образом. Я также сирота, который остался без попечения родителей. Живу в городе Буйнакске. Очередь с 18 лет с ноября 2016 года. Номер 5549 сдвинулась на 2244. Это получается еще 4 года ждать своей очереди. А мне уже 22 года. Что же мне делать? Может какие-то есть пункты в законе, чтобы не ждать очередь? Так как я жил с бабушкой, дом, где я был прописан, попал в 2019 году под наводнение. Бабушка переехала в другой город. А я в связи с работой не могу. Хотел обратиться в суд, сказали, еще больше будет ждать очереди. Так после решения сюда тоже очередь большая. Завсегдатой социальных сетей под ником Дух Гор написал следующее. Мой друг сирота с 12 лет. Прописан был и остался в общежитии, где проживал с родителями. Обращался в администрацию в 22 года. Получил отказ, все бросил. Отказали в связи с тем, что есть комната в общежитии. Хотим попробовать еще раз, так как жить в общежитии молодой семье невозможно. Правда сейчас никак не возьму в толк, с чего можно начать. Пользователь умоватый Смаилов поделился своим мнением. У нас в Дагестане сирот не так много, да и квартиры им даются регулярно. Тем более этот вопрос держат под контролем республиканские власти. Нет сомнений, что получить квартиру от государства не очень просто. Но это вполне возможно. А в некоторых случаях квартиру даже можно выбрать. Потому мои поздравления сироте из дагестанских огней. Конечно было бы лучше, чтобы он получил свое жилье без обращения в прокуратуру. Но он получил квартиру хотя бы так. Во вторник, 22 сентября, Дагестан с рабочим визитом посетил министр спорта России Олег Матыцын. Федеральный чиновник не только провел встречи с руководством республики, но и осмотрел территорию Каспийского стадиона Трут. И пообщался с местными спортсменами. Пользователь Махач Гаджиев по этому поводу написал следующее. Ранее мы уже сообщали о непростой судьбе стадиона. Тогда мы говорили о том, что коммерческий директор завода Дагестана «Дизель» разъяснил причины, по которым предприятию невозможно привести спортивный объект в порядок. К счастью, дело сдвинулось с мертвой точки после обращения активистов-общественников Каспийской главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой спасти стадион. Эту новость дополнил Абдурахман Мусаев. В настоящее время начата реализация инвест-проекта по реконструкции стадиона. Первый этап проекта предполагает строительство административного здания и четырех теннисных кортов. Средства на разработку проектно-сметной документации и строительство в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2020 году предусмотрены. По мнению завсегдата социальных сетей Загира Исмаилова, на втором этапе, запланированном на 2022 год, начнется строительство футбольного поля размером 110 на 70 метров. Трибун с подтрибунными помещениями на 3000 посадочных мест. Восьми беговых дорожек, секторов для толкания ядра, прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту, баскетбольные площадки, волейбольные площадки, мини-футбольного поля. Своим мнением поделился Магомед Али Гадисов. В ходе осмотра стадиона высокими гостями был поднят вопрос о строительстве на территории стадиона Крытого Корта, где можно будет играть в осенне-зимний период. Покрытым спортивным сооружением у нас в республике большой дефицит. Мы будем обращаться за поддержкой Федеральное министерство, подготовив соответствующий проект, сказал Артем Сдунов. Пользователь Тагир Бижамов дополнил это обсуждение следующим комментарием. Далее, в среду, 23 сентября, Олег Мытытцин ознакомился со спортивной инфраструктурой республики, как ныне действующей, так и строящейся. Так, федеральный чиновник осмотрел региональный центр спортивной подготовки сборных команд, универсальный спортивный комплекс в Махачкале, дворец спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске, а также стадион имени Елены Исимбаевой, труд, функционирующий в Махачкале. Пишет пользователь Мухтар Газеев. Итогом визита в Дагестан стала встреча со спортивным активом республики и журналистами, в ходе которой руководители как федеральных, так и региональных спортивных ведомств ответили на все интересующие людей вопросы, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики Дагестан. Своей информацией поделился юзер Надир Исламов. Любая стратегия будет реализована, на бумаге не останется. Мы сейчас готовим стратегию для развития спорта до 2030 года. Самое важное место в этом занимает развитие регионов, совершенствование спортивной инфраструктуры, детско-юношеский спорт, подготовка кадров. В Дагестане мы очень подробно обсудили вопросы и наметили планы по строительству спортивных объектов. Олег Матыцын поблагодарил всех за созданную атмосферу уважения и любви к спорту. Благодаря этому дагестанцы побеждают на Олимпийских играх и чемпионатах мира. И еще одна цитата от Олега Матыцына. Созданный культ спорта – это еще и воспитание наших детей в уважении к традициям Родины, без чего никакие успехи в спорте, с моей точки зрения, не являются значимыми. Хотелось бы еще более активно взаимодействовать, развивая в регионе массовый детский спорт, чтобы гордиться нашей великой страной. Я уверен, что без уважения к своей Родине предкам сложно надеяться, что будущее нашей страны будет стабильным. А спорт как раз та сфера, благодаря которой эти качества воспитываются. На все вопросы, которые будут направлены в адрес Минспорта Российской Федерации, мы максимально быстро будем реагировать, сказал Олег Матыцын. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был шестой выпуск проекта «Глобальная сеть». Вел его я, Денбакант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел на сфере телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова